ребята я тут сейчас занимаюсь тем что пытаюсь вот эти вот американские цифры перевести в понятную вам метрическую систему что всем все было понятно тем не менее и так дезинфицирующее средство для рук ну вот так вот всем надо сплошь и рядом проблема или нет уверенности в том что то что вы купили вообще хоть на что-то похоже поэтому что вам надо реально самое сложное конечно что вам надо это спирт но просто одного спирта мало и так записываем запоминаем спирт 240 миллилитров 240 миллилитров 100 миллилитров чувствую себя прямо алхимиком и главное улыбаться при этом и мужа отгоняйте когда это делаете а то он начнет умничать что есть более серьезное предназначение значит можно в принципе как поступить например ну чтобы не было можно я налил пол флакона все четко пол флакона но если вы боитесь лишнее ну 5 миллилитров лучше лишняя можно налить в стакан и померять эти 40 миллилитров одноразовым шприцом и так первый ингредиент 240 миллилитров медицинского спирта второй миллилитр который без проблем есть у каждого перекись водорода перекись водорода трех процентная наливаем перекись водорода трех процентные можете с помощью иглы брать прямо из флакона нам надо 15 миллилитров набираем 15 миллилитров набираем 15 метр и сюда еще раз повторим 240 миллилитров спирта, 15 миллилитров перекиси водорода. Следующий компонент называется глицерин. Медицинский глицерин. Опять-таки копейки в любой аптеке. Наливаем глицерин. Его почти невозможно без проблем достать из флакона. Его надо 5 миллилитров. Смотрите, как все удобно. 240, 15, 5. Беру 5 миллилитров. Это как раз шприц 5 миллилитров. 5 миллилитров. И вишенка на торте, самый простой компонент, который точно есть у каждого в доме, это обычная вода. Воды надо 60 миллилитров. У нас шприц на 20, поэтому вот вам весь процесс. Раз, вот два, ну и вот три. Очень желательно, здесь есть один как бы сложный компонент, который вызывает опасения. Это спирт, ну то есть, чтобы не был поддельным и так далее, и так далее. Или кто-то не успел надпить. Вот размешали все. Собственно говоря, раствор готов. Если вы вас не обманули со спиртом, то и вы определите, как бы, количество спирта с помощью спиртометра. Здесь должно быть 75% спирта сейчас. Это нормально. Хотя, в принципе, все, что больше 65%, это можно использовать. Это уже эффективно. Ну, например, некоторые авторы говорят о том, что перед тем, как использовать, желательно, чтобы этот вот раствор постоял пару суток, потому что, может быть, в воде или вот в этой бутылке были микробы, и за двое суток они точно погибнут. На самом деле, ребят, если уж вы сделали дезинфицирующий раствор, то по логике он уже все продезинфицировал. Раствор у вас есть, он уже готов. Наливаете его в любой флакон-пшикалку и используйте. Делаете правильные выводы. Еще раз. 240% спирт, 15% перекись, 5% глицерин, 60 мл вода. Будьте здоровы! Делаете правильные выводы.